Ну и более подробно эту тему с Геннадием Гудковым обсудим. Это российские оппозиционные политики. Геннадий Владимирович... Да, сейчас настроим с ним связь с Геннадием Владимировичем и обсудим эту тему. Но тут же стоит также отметить и важный вопрос. Почему российская пропаганда так активно стала в первую же очередь обвинять Украину? И это как раз будет первый вопрос к Геннадию Владимировичу. Здравствуйте, рад вас приветствовать, Геннадий Владимирович. Доброе утро. Да, я также рад вас приветствовать. Кстати, вот, я немножко подслушал ваш эфир, пока вот связь восстанавливалась. Ну, что я могу сказать? Это самый жестокий, самый бессмысленный и самый странный теракт, который я вообще помню. И когда ФСБ первый день заявил, что не видит украинского следа, ну, я подумал, что, да, видимо, это действительно провал какой-то наших спецслужб российских. Действительно, система сгнила, она сосредоточена на политической мышке и уже совершенно не ловит мышей. И все это привело к страшной трагедии, когда погибли люди, причем это была бойня, это была мясорубка, это даже я не знаю, что это такое. По-моему, это вот, я не знаю, были ли еще по жестокости, по бессмысленности такие теракты в мире, когда террористы не выдвигали ни требований, ни заявляли никаких претензий и так далее, просто тупо убивали людей. Вы знаете, меня очень сейчас смущает огромное количество нестыковок, огромное количество нестыковок, которые должны присутствовать при... вернее, которые вызывают у меня очень большие сомнения о природе этого теракта. Ну, давайте мы там начнем с самого начала. Первый теракт был подготовлен весьма профессионально. Почему профессионально? Я знаю этот Крокус Сити, я много раз там бывал. Я все-таки там всю жизнь свою занимался безопасностью, знаю там систему безопасности людей и так далее. Там все было профессионально. Там было хорошее оборудование. Там были нормальные системы пожаротушения. Там были системы оповещения. По системам оповещения там сейчас в России полное сумасшедство идет, чтобы там все работало, все звучало и так далее. Там даже какие-нибудь маленькие торговые центры на 3000 квадратных метров задалбливают проверками. А тут гигантская территория, огромная территория, там сотни тысяч квадратных метров. И я точно знаю, что эти системы все существовали. Они были готовы к пожару. Вот я про пожар сейчас имею в виду. То есть, значит, преступники готовились. У них были покровители, у них были сообщники, у них были серьезные ресурсы. Они имели возможность, они не только знали всю систему безопасности, но они также могли ее отключать. Я просто убежден, это мое личное, конечно, мнение оценочное. Но я просто убежден, что они отключили систему оповещения и пожаротушения. Плюс к этому они изучили всю охрану. То есть, это серьезнейшая подготовка. Ну, многомесячная, я бы даже сказал. Многомесячная. Видимо, информация каким-то образом утекла к американцам. И они, чтобы не спалить свою агентуру, предупредили об этом публичной. Теперь дальше. Публичное предупреждение американцев. Меня вызывает какое-то сомнение. Потому что, ну, если бы это не была возможной серьезной утечки ликвидации, предположим, агентуры, или это не было бы подготовлено какими-то структурами провластными в России, они бы, наверное, сказали больше информации. Они не сказали больше информации. Почему? Это действительно было подготовлено какими-то провластными структурами? Это действительно была агентура какая-то внутри ЕГИЛ, которую нельзя было никак расшифровывать? И вот тут опять вопрос. И теперь самое главное. Самое главное. Самое главное, что суперподготовленные боевые... Да, не могут люди, вот, понимаете, психологически. Я вот проходил оперативную психологию, не только оперативную. Я вам могу сказать, что психологически люди не готовы убивать людей. Это нужна привычка. Это нужна тренировка, уж извините за цинизм. Это нужна привычка крови, к смерти, равнодушие, полная холоднокровность. Это вырабатывается только какими-то киллерами, структурами, которые занимаются убийствами людей. Это либо армия, либо спецназ, который уже им понюхал пороху и имеет болевой опыт. Это какие-то наемные киллеры и так далее и тому подобное. То есть это люди, которые спокойно могут смотреть чужую смерть. А там была мясорубка, там бойня была. Там ужас что-то творилось. И чтобы какие-то нанятые по чатикам таджики могли обладать таким опытом боевым, я в это не верю. Потому что все дальнейшее получается, что профессионалы, суперпрофессионалы, подготовленные кровожадные киллеры, хладнокровные, превратились в лохов, которые на какой-то сраной машине, уж извините меня за непогранное выражение, куда-то там уезжают, пытаются уехать на одной машине, меняя номера. Если при таком преступлении, там 10 машин. Вот когда убивали в Испании вот этого пилота, там была машина, там были люди, там было подготовлено, там было и выбрано место, и там не сразу нашли труп. Машину сожгли, одну там, вторую. То есть никто там ничего не жалел денег. Оттуда все какой-то дохлой машине куда-то поехали в сторону Беларуси, как выяснилось потом, не Украины. И мы видим какой-то жалкий лепет, невероятную жестокость при задержании. Ну, удивительно просто. То есть профессионалы превращаются в жалких дилетантов. Геннадий Владимирович, а поясните, пожалуйста, позвольте уточнить, вы как раз заговорили. В любом, в любой новости, в свою очередь, ньюзмейкером была Симоньян, она везде приплетала Украину. Везде. Вот как вы правильно подметили. Меня очень сильно и смущает, потому что такое впечатление, что это сделали про властные структуры. Вот, и вопрос состоит в следующем, что вы уже привели в пример, как эти террористы ехали к границе с Украиной, хотя по факту было 120 километров до границы с Украиной. Во-вторых, идет война Российской Федерации. Нет, они были задержаны на границе России и Беларуси, давайте так уж по-честному говорить. Да, и направление было совершенно другое. Но Симоньян, а как ни крути, но Симоньян, это одна из самых цитируемых журналисток Российской Федерации. Ну, можно сказать, ньюзмейкер, да, и инфлюенсер России. И почему вот такого, казалось бы, для россиян высокого уровня журналисты начинают сразу в любом искать украинский подвох? Медведев там же выступил, но с ним все понятно, там у него уже проблемы не только с речью, а и с остальным. Вы с чем лично связываете моментальное обвинение Украины без каких-либо фактов? Более того, ИГИЛ уже даже опубликовал видео, и сходство там стопроцентное и по одежде, и по внешности этих террористов. Вот, понимаете, у меня такое впечатление, что ИГИЛу дали это сделать. А может быть, даже помогли, и они сами, может, этого не понимали. Что им кто-то помогает, кто им ведет, кто их ведет. У меня ощущение полной ведомости всего этого теракта. Вот у меня ощущение, что этот теракт был, у Грубера людей вели за ручку и создали им условия. Очень нехорошее у меня впечатление, ощущение, честно говоря. Потому что вот разум отказывается верить в это. Разум отказывается. Ну, может быть, даже не разум, нет, наверное, чувства, эмоции отказываются в это верить. А вот вот эти факты и вот эти вот поиски украинского следа, они практически, так сказать, убивают все вот эти эмоции, заставляют думать о участии, или, скажем, соучастии в этом теракте каких-то определенных провластных и властных структур. Вот, к сожалению. К сожалению. Я бы был и рад сейчас сказать, что мы не в России. Да, я бы хотел добавить еще по поводу нестыковочки. То есть, то, что некая работа была проделана, напрашивается, да, такой вывод. Но то, что она была топорная, эта работа. Ну, ведь даже это на уровне посла Беларуси в России. Дмитрий Крутой заявил о том, что задерживать подозреваемых, участие в этом всем операции принимали белорусские спецслужбы. То есть, как раз это все прозвучало, вот, как говорил коллега Олег, что на фоне заявлений Симоньян и так далее об украинском следе. Вот эта топорность, вот о чем говорит, по-вашему? То есть, нестыковочки тут просто невооруженным глазом видны? Слушайте, ну, Симоньян, может, на самом деле цитируем в журналистике, но то, что она сделала с так называемым Петровым и Башировым, они же Мишкина чипили, это же позорище на весь мир. То есть, это просто было позорище на весь мир. Это была такая топорная работа, которую мировая история еще не знала. Когда дали трибуну убийцам, которые несли всякую пургу, ни словом, ни путаясь показания, тут же они были разоблачены. И это все как с гостью вода, уж извините, там есть более точное выражение в русском языке. Поэтому вот Симоньян, это, к сожалению, квинтэссенция лжи. Лжи, агрессивные пропаганды, абсолютно, так сказать, там, несоответствие к каким-то фактическим обстоятельствам. Меня вот, я очень удивлен, потому что ФСБ, я так, ну, я не скажу, что, ну, как бы, так сказать, успокоился, когда ФСБ сказал, что нет никакого украинского следа. И я тогда подумал, ну, это действительно теракт. Это теракт, который просто пропустили. Чудовищный провал. Да, чудовищные провалы бывают, они бывают у всех. Все, и американцы провалились 11 сентября, и многие другие спецслужбы провалились, и провалилась, безусловно, израильская разведка, контрразведка в октябре прошлого года. То есть, бывают чудовищные провалы. Ну, да, конечно, там заигрались политические игры, перестали бороться с терроризмом. Я так вот относился первый день к этому теракту. Но вот все остальное, то, что начало сыпаться, и то, что вот эти глупости, истыковки, вот этот обман, ложь посыпались, как из рога изобилия, вот, честно говоря, меня вот просто шокировало. Вот уж я, как говорится, бывалый воробей, да, и много чего видел, и Нортулос, и Бесланы, и Буйнакский, чего только не видел. Но вот это вот просто коробит вот это вот то, что сейчас произошло. Потому что число людей, погибших и пострадавших, уже произошло цифру Норд-Оста. В Норд-Осте, так сказать, там было меньше. Хотя там тоже очень много погибло, поголовать. Но там погибло чисто поголовать по идиотизму штаба, который не сумел организовать помощь людям. А здесь это просто вот просто устроенная бойня. Там Брейвик, он, помните, норвежский вот этот вот террорист, он все-таки, ну, меньше числа жертв. Хотя он тоже там отправился на остров, где были дети, и там никого не было, кроме него, вооруженного, так сказать, всем, чем только можно. Но я думаю, что мы не узнаем с вами правду пока. Мы только сейчас по костным признакам видим, например, по тем же винтовкам, по тем же, ну, в смысле автоматическим винтовкам, автоматам. Вот сейчас кто-то пишет, что это были штурмовые винтовки, кто-то пишет, что вот на пленке, на видео, на записи идет разгрызгание вот этих, ну, то есть идет вынос, брызг вот этих вот огненных. Это якобы говорят о том, что это при холостых патронах происходит. Я стрелял с холостых патронов в армии. Честно говоря, не помню. Но вот я меня тоже удивил, что очень много огня из автоматов. Меня это удивило. Потому что я настрелял в своей жизни из автомата сколько угодно там. Все это, знаю, там практически только ночью виден огонь. Вот когда ты стреляешь ночные стрельбы, там да, там видно, что... А так вообще автомата и не видно его, вот этих, брызг огненных. Не знаю, сейчас надо разбираться с этим. Я не специалист по огнестрельным оружиям. Кроме Макарова там и автомата Калашникова, и ничего много не стрелял. Вот. Поэтому надо смотреть. Еще вот эти вот нюансы надо рассматривать внимательно. Видео анализировать, что это за тип оружия, как он оказался в руках. Вот этих лохов, уж извините, которых там задерживали. Тех ли задерживали, не тех ли задерживали. То ли оружие, не то ли оружие. Почему они не взяли ни один автомат с собой в дорогу, понимая, что их начнут... Ну, это там масса, там тысячи вопросов. И чем дальше, тем больше вопросов возникают. Ну, почему-то они не взяли. Они же, мы же видели с вами, что один из нападавших, на видео, может быть, чтобы удачнее, успешнее, безопаснее задерживать. Ну, там тысячи. Когда вот начинаешь это анализировать, возникают тысячи вопросов, на которые пока мы не можем получить объективного, честного ответа. Вот как раз у нас минутка остается до завершения разговора. Я все же вот почитал телеграм-канал Симоньян, что она пишет. Вот такое ощущение, что оправдывается. Ее не останавливает количество фактов, подтверждающих, что это ИГИЛ, что ИГИЛ опубликовал фото, видео, и что все совпадает. Все равно она обвиняет западные спецслужбы и Украину. Вот и все же складывается ощущение, что, о чем вы сказали, Геннадий Владимирович, либо это сценарий сам все проделанный самой же российской властью, ну, либо настолько обезопасено все было, настолько не защищены люди даже в центре условного принятия решений, я имею в виду Москва и Подномосковье, что сейчас из шкуры вон лезут, дабы без суда и следствия найти виноватых. Кого правильно Украину? Главного врага сейчас всего сообщества российского. Вот это еще одно мое сомнение. Я много раз по вас в Крокусе подчеркиваю. Там система безопасности не такая, что там на входе где-то там прорвался и все. Там много есть, много всяких барьеров различных. Там есть система оповещения, там работают камеры, там тревожная группа находится в боевом, так сказать, состоянии. Там есть тут же на вызове, на моментально вызове, на тревожной кнопке группа быстрого реагирования уже в правоохранительных органах с автоматическим оружием. Почему это ничего не сработало? Почему? Я никак не могу понять. То есть это вообще какой-то нонсенс, такое впечатление, что в этот момент Крокус-Сити, весь этот комплекс лишили системы безопасности. Ее как бы большим рубильником все отключили. Ну я вот, ну, поверьте, что там очень много окрасов, там очень много всяких систем барьеров, там очень много систем оповещения. Это серьезный центр, это не какой-то там домострой какой-то там, в каком-нибудь там Урюпинске, извините, но просто имя хорошее, город, наверное, прекрасный. Вот, поэтому вот это же не какой-то там дом культуры, имени там колхоза красная, так сказать, там пойма какая-нибудь. Это же серьезный центр. Как будто вот взяли большим рубильником, отключили всю систему безопасности. Вот меня что смущает. Спасибо, Геннадий Владимирович, что приняли участие в нашем эфире. Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, был на связи со студией Freedom. Субтитры создавал DimaTorzok